101 пиар «По выходу из жесткой конкуренции», автор книги «Почему нужно покупать» именно у вас. Сегодня с Алексеем мы обсудим, кто такой маркетолог, какой функционал он имеет в компании, есть ли в Кирове профессиональные маркетологи и как их найти. Добрый день, Алексей. Добрый день, друзья. Алексей, давайте начнем сегодня с главного. Кто такой маркетолог, какую функцию он выполняет в компании? – Очень хороший вопрос, Дарья. Потому что, когда мы говорим про кладовщика, про бухгалтера, про строителя, мы сразу понимаем, чем занимается человек. Назвали одно слово, и нам понятен весь функционал. Когда мы говорим «маркетолог», то мы совершенно нечетко представляем себе, чем он занимается. Мало того, сами маркетологи не очень хорошо могут объяснить, чем же они все-таки занимаются, какую пользу приносит компания. И определение маркетинга существует, говорят, 300 определений, но, по-моему, цифры уже гораздо выше, и не все разные. И мы в клубе маркетологов в Кировской области специально посвящили целую встречу, чтобы разобраться, что такое маркетинг и кто такой маркетолог. И у нас получилось такое определение, я прямо вам даже зачитаю. Маркетинг – это искусство продавать и обслуживать клиентов лучше, чем конкуренты, и с прибылью для компаний, потому что прибыль нужна. Мне кажется, вообще изначально цель любого бизнеса – это изучение прибыли, иначе зачем этим заниматься? Мы сегодня коснемся в разговоре, мы в маркетинге увлекаемся скидками, и почему зря этим делом надо перестать увлекаться, потому что это сильно подъедает прибыль. Так вот, маркетолог, он должен выделять компанию среди конкурентов так, чтобы у нее росла доля рынка, выручка и прибыль. А как бывает на самом деле, доля рынка не растет, все как были, так и остались, этот пирог не делится, выручка растет, но прибыль падает, потому что скидки, 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 скидки. И только за счет скидок они пытаются выживать, поддерживают прежний объем продаж. Поэтому мы очень высокую планку этим определением сами себе профессионально задаем, как маркетологи. Ну как, вот Джилет сам себя атакует, вот так же спокойно не спим, то есть сами себе вот такую вот именно достаточно высокая планка. Я надеюсь, сегодня мы обсудим, а как сделать так, чтобы именно маркетолог мог этих целей добиваться. Я вот еще хотела какой момент затронуть, то что, да, мы понимаем, кто такой маркетолог, мы с вами понимаем, да, понимают, возможно, некоторые маркетологи, которые сейчас работают в компаниях, но есть ли у вас ощущение, что сами предприниматели недооценивают роль маркетолога в своей компании и вообще стратегического маркетинга в целом? Есть такое ощущение, есть тоже, ну, ряд заблуждений, как у маркетологов, у предпринимателей он есть. И вот смотрите, когда мы видим какую-либо вакансию, что нужен маркетолог, то очень часто видим две такие проблемы. Первое, это мультфильм «Осень шапок», мы все смотрели, да, то есть шею мне, если на шкурке, восемь шапок. Можешь? Могу. Вот восемь шапочек сшил, положил на голову, а как это носить? Ну, ты же просил восемь шапок. Вот, и мы видим, когда перечисление идет вот именно всего и вся, вот маркетолога, вот хотим маркетолога, и очень внушительный список компетенций, перечисленных, которые, ну, физически, ну, не может делать это не человек. И второй еще момент, к счастью, он уже уходит, но встречается до сих пор, это функционал вообще не свойственного маркетологу. То есть я называю там «Поди принеси». То есть «Поди принеси кофе», там организуем на мероприятия, это все похвально, как бы здорово, но не совсем прямая задача. Вот, чтобы понять все-таки, какой должен быть маркетолог, чем он должен заниматься, и, ну, чтобы он принес и себе, и компании пользу, надо все-таки, ну, разобраться в таких базовых вещах. Маркетологи бывают широкой специализацией, то есть действительно все могут понимать в маркетинге и управлять этими процессами, или узкой специализацией. Вот давайте на примере врачей. Да, давайте. Вот есть человек в белом халате. Ну, для нас сразу он врач. Но какой врач, вопрос. Есть врач-терапевт, он про все тело. Вот маркетолог широкой специализации, это как раз вот эта история, про все тело. Но врач-терапевт не делает операции на сердце. Он не занимается глубоко щитовидной, железовой, я не знаю, почками и так далее. То есть он может предположить об этом, но по факту он функционал не может. Он может направить больного к нужному врачу специализированному, проследить, я не знаю, за ходом выполнения, лечения, пожалуйста, то есть как семейный доктор, да, вот эту практику надо тоже как-то, мне кажется, возрождать в России. Вот. Но мы, что вакансию, когда начинаем размещать предприниматель, мы начинаем переписывать функционал, скажем так, широкий, но при этом хотим, чтобы человек, как терапевт, умел все-таки делать операции на сердце, умел там, значит, там где-то надо и камень с почки застать, условно говоря. И еще таргетинг настроить. Да-да-да-да. Поэтому здесь вот главная дилемма, проблема уже закладывается, может быть, и в запросе. Надо все-таки понимать, тебе нужны широкие специализации, окей, хорошо, отлично, тогда оно пусть. Узкие вещи делают уже привлеченные специалисты, которые нужны, а может и не нужны. То есть не все видеть надо. Поэтому я немножко вот так вот расписал чуть-чуть, смотрите, широкая специализация – это кто? Это значит, ну, человек должен разбираться в чем-то. Ну, он должен быть немножко аналитиком, контент должен иметь хорошие там слова, картинки там делать, интернет-маркетинг должен там, как бы сказать, основу знать. Вот. Или там вот есть интернет-маркетологи. Извините, широкая специализация, он немножко все по всему, немножко, как бы, суть знает всех, сфер маркетинга, да, и может, в принципе, поставить задачу субподрядчикам, организовать эту работу, проверить ее, принять, оценить ее качество, а не так, чтобы там по ушам проехались и так далее. Ну, это прораб такой, да, если перевести строительную тему. А есть узкая специализация, например, маркетолог-аналитик, и, например, маркетолог, интернет-маркетолог, ну, это вот разные люди. Или, например, маркетолог, который занимается, ну, рекламой, например, да, и аналитик. Это разные типы людей даже. Вот, ну, запихать в одного человека, ну, это, ну, чтобы он сделал, и это, и это хорошо, но это нелогично, маловероятно, что в одном человеке будут сочетаться такие разные компетенции. И странно, когда берут, предположим, в компанию узкоспециализированного специалиста, например, СММ-маркетолога, да, и он начинает выполнять как раз-таки обязанности терапевта, да, то есть человека, который определяет всю маркетинговую стратегию компании, и это немножко всегда грустно. Хорошо бы сначала вот разобраться. Вот, и, ну, смотрите, вот, и, а дальше уже идет уровень маркетолога. Ну, то есть мы сначала определились, широкой специализации или узкой специализации нам нужен, это первый момент, да. Второй момент, какой его уровень, там, базовый, там, средний, сильный, уровень высокий, тут уже тоже надо, как бы, понимать. Что значит базовый? Вот, допустим, возьмем широкую специализацию. Сегодня я думаю, что лучше про них поговорить, да. Значит, маркетолог, который во всех сферах маркетинга нормально разбирается, вот, ну, как понять, сильно ли он к нам идет вот сейчас или у нас работает, да. То есть есть база, вот смотрите, база, то есть он должен понимать, как делать исследования, определять целевую аудиторию, конкурентный анализ, там, уметь делать, 4П маркетинга, там, продукт, цена, каналы продаж и реклама, да, он должен понимать, АБЦ-анализ, там, основа интернет-маркетинга, структура каналов коммуникации, основа создания рекламы. Ну, вот, как бы, вот, такой база маркетинга, это база. А вот высокие навыки, это уже стратегический анализ, надо уметь делать или хотя бы знать, как он делается, да. То есть подводные камни исследований, они там есть, их немало. То есть, например, разработка уникального торгового предложения, которого трудно скопировать. Продающая реклама по формуле АИДа, например, это очень такая, ну, серьезная тема на сегодня. Нюансы создания торговых марок, оказывается, мало кто знает, что там есть серьезные нюансы создания регистрации торговых марок. Вот, я недавно проводил выступление и вижу, что у людей уровень, конечно, пока, ну, начально очень совсем, у многих людей, причем, и предпринимателей, и маркетологов. Тут надо просвещать, как финансовая грамота, знаете, проходит со школы, да, вот так и здесь надо вот именно рассказывать. Плюс дополнительные навыки нужны, то есть, как продающие презентации, публичные выступления, навыки проведения переговоров, потому что часто маркетолог не может донести идею до руководства, подавляются там власти. И до руководства, и до средств массовой информации, которые они используют для собственного предложения. Да, психология, там, тайм-менеджмент, это все тоже важно для маркетолога. Это как бы дополнительные, побочные, что ли, навыки, не знаете. Поэтому, подытожим, скажем, что не зря учат на маркетологов 5 лет, да, и курсы повышения квалификации в интернете, которые проходят после школы и называют себя великими маркетологами, это, наверное, недостаточно. Ну, к сожалению, базовое образование, оно, как сказать, оно нужно, оно нужно. Но мне один умный человек сказал очень давно-давно, там, в 90-х годах еще, что высшее образование – это всего лишь спахать землю. А дальше на нее надо посадить семена, полить их правильно, там, удобрить, вырастить, и посмотреть, чтобы там их ветер, дождь там не снес, и так далее. Вот, так вот, высшее образование – это всего лишь спахать землю. Дальше нужно обязательно настроечное, практическое образование, которое именно практику даст. Потому что, ну, вот есть теория, есть практика, их надо как-то подружить. Конечно. Обязательно, потому что, ну, знаете, вот есть такая бытует, вот мнение в юридической сфере, чтобы ты стал юристом, тебе надо после института 5 лет побегать, бумажки поносить. В маркетинге точно так же. Тебе надо практику как-то, ну, вот ее в институте, ну, к сожалению, не дают практику. Ну, институт – это базовые академические знания, то есть это школа такая для человека, когда он учится анализировать большой поток информации, да, и приводить его в какой-то результат, в дипломную работу, скажем так. Мало того, сейчас в высшем образовании нет ни про УТП информации, ни про рекламу по той же АИДе, а она вокруг-то нас ведь есть. Ну, там устаревшая, то есть мы все это понимаем. Да, то есть надо как-то вот уже, вот у меня сейчас, слава богу, есть очень много знакомых, и докторов науки в Москве и так далее, я вот буду разговаривать, спрашивать, можем ли мы как-то включать уже там, потому что мы же потом время теряем. Мы же начинаем… Переучивая людей. Да, 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 мы начинаем как бы накладывать знания, которые, ну, скажем так, иногда ложатся, иногда и не ложатся, то есть надо тоже понимать. То есть стереотипность-то вот эта у нас тоже есть. Да, да. Алексей, знаю то, что вы активно занимаетесь стратегическим маркетингом, продвигаете это в компаниях нашего города, и компаниях не нашего города в том числе. Можете ли поделиться, каких результатов достигает компания, внедряя стратегический маркетинг? Поделиться могу, но сначала, позвольте простым языком сказать, вот что такое стратегический маркетинг. Вот на стакане воды я специально принес бутылку воды, вот у нас есть видео, да, «Святой источник», это вода номер два в вибрационе. И когда «Святой источник» снижает цены в магазине, акцию, это оперативный маркетинг. Его действие короткое, то есть до месяца там, не знаю. Когда «Святой источник» сменил этикетку не так давно, это уже седьмая этикетка, к слову сказать, с момента создания бренда с 1997 года, они отдали несколько миллионов рублей хорошему агентству, московскому, которое работает с западными компаниями, вот, за смену этикетки. Если эффекты будет, это будет тактический маркетинг, то есть, ну, там, до года, например, этот эффект, да. А вот если бы здесь было написано, почему покупать «Святой источник» именно эту воду, а не другую, это был бы стратегический маркетинг, но его как бы тут нет. И вот стратегический маркетинг – это та точка, ну, это ответ, во-первых, на вопрос, почему лучше покупать именно у нас, у вас, это первый момент. Второй момент – это та точка фокусировки, в которую компания должна бить все время. Ну, то есть, вот как вот «Вольво» безопасный автомобиль. Ведь все автомобили безопасны, но в головах людей «Вольво» самый безопасный. Только потому что они об этом говорят. Они с 50-х годов говорят и делают, вот они какое-то решение раз в полгода выводят на рынок, который забирает потом все. Вот те ремни, к которым мы пристегиваемся, трехточечные, это их изобретение. Да, у них каждые полгода какое-то изобретение. И они заслужили это право, называться вот номером один по безопасности. Это правда так. И вот наша, каждой компании, вот важно, вот моя личная роль, вот я помогаю бизнесу, эту точку извлечь, самую выгодную для компании, которая много-много лет, десятков лет, они будут бить именно в эту точку, как «Вольво» это делают. Вот в смысле. Это и стратегический маркетинг. Чем он полезен любому бизнесу, даже малому? Тем, что ты не тратишь время впустую, ты не уходишь в сторону, ты не тратишь лишних денег, ты не переделываешь, ты не действуешь интуитивно, у тебя все понятно. То есть ты проложил себе такую железную дорогу и просто по ней идешь? У тебя есть стратегический коридор, и ты можешь там, ну, нанимать любого маркетолога, любого класса, который тебе, ну, вряд ли уже что-то испортит, потому что он будет уже внутри коридора работать. И, к слову сказать, вот мне нравится, что к стратегии сейчас стали все-таки обращать внимание предпринимателей. Вот у меня примерно раз в неделю поступает запрос, там, Алексей, порекомендую маркетолога. Я, понятно, там, пытаюсь как-то там разместить эту информацию среди своих маркетологов, и уточняю вопрос, вот сколько ты там готов платить, например, да, и вижу три уровня заработной платы, вот предлагаемые по Кирову. То есть 35-40 тысяч начальный там уровень, начальный плюс, да, то есть как бы 40-50-60 средний уровень там бывает. Да, 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 и вот, знаете, мне два раза в том году предложили 100 тысяч, вот найти человека под 100 тысяч. Это очень хорошо. Это кировские компании. Кировские компании, да. Вместе с этим людям нужен стратегический функционал. Вот им хочется маркетолог стратегический, чтобы он попал к ним за эти деньги. Но, к сожалению, пока вот именно людей вот опытных, ну, пока вот, ну, и только-только вот сейчас как бы, ну, время сейчас работает на всех нас, да, то есть стратегических маркетологов в Кирове, ну, ну, очень сложно найти, скажу сразу, то есть они все на перечет, у нас все сильные маркетологи, там, по пальцам посчитать. Вот, поэтому это и хорошо, и плохо. Всегда у медалей две стороны. С одной стороны, может быть, бизнесу не хватает, там, нужного числа сильных маркетологов. Ну, это, если давайте честно признаемся, во всем мире так, то есть толковых людей всегда меньше, чем их нужно. Ну, это закон природы, я бы так сказала. То есть в любом случае лучших топовых экспертов, их должен быть дефицит. А с другой стороны, мы, маркетологи и предприниматели, можем понимать, как нам двигаться к той планке, которая нужна рынку, и все будут довольны. Маркетологи будут получать хорошие деньги, а компании будут конкурентно выигрывать на рынке и тоже получать дополнительную прибыль. Это всем выгодно, то есть надо этим заниматься. Да. Хотелось бы немножко прерваться. Впереди у нас будет много программ про маркетинг, где мы разберем все, что касается темы маркетинга, гораздо подробнее. Также мы будем рады получить ваши отзывы и пожелания к программе. Вы можете их оставить в сообщениях в группе «Хакирова ВКонтакте», а также по мессенджеру Viber по телефону 8 909 720 101 и 0. Либо по городскому номеру телефона 211 101. Это номер телефона редакции нашей радиостанции. Продолжим. Напомню тем, кто только что подключился, что в студии сегодня наш гость Алексей Обжирин. И мы обсуждаем тему, кто такой маркетолог и какую функцию он выполняет в компании. Алексей, знаю, что на любую задачу у вас есть готовый чек-лист. И хотелось бы получить от вас информацию для предпринимателей, при найме маркетологов в компанию, есть ли какие-то пункты, по которым стоит этих маркетологов найти. Да, чек-лист есть. Действительно, давно очень хотелось как-то помочь предпринимателям. Часто предприниматели не знают, какого рода человек у них работает, какого уровня. То есть не трудно понять. И поэтому назрела такая необходимость дать какие-то ориентиры, точки, по которым всем будет понятно, то есть он дотягивает, не дотягивает и так далее. Но планка, конечно, должна быть немножко такая высокая. То есть мы не должны сидеть и успокаиваться. Мы должны сами себя всегда толкать на развитие. Всегда. Иначе ничего хорошего не будет. Поэтому я чек-лист такой небольшой составил, но не базового маркетолога, а уже такого среднего и сильного. Причем это один и тот же чек-лист для обоих. Просто средний это все знает, а сильный умеет. То есть он делал это, обжигался, получал неудачи, имеет цифры успешные. То есть вот тогда знать одно дело, окей, ты будешь средним маркетологом, уметь, ты сильный маркетолог. И это напрямую будет зависеть и зарплата маркетолога, и прибыль компании. И вот что получается. Семь пунктов в этом чек-листе получается. Ну, самое первое, базовое, как часто читают. Есть семь книг для сильного маркетолога, которые я тоже в конце озвучу. Семь книг, которые надо обязательно прочитать, если ты хочешь, правда, быть сильным маркетологом. Второе, исследования. Надо понимать, что их три вида, и надо понимать, что есть в них фальсификат. Их тоже там три вида основных. Вот в этом надо разбираться. Вот какие три вида исследований, и какие там могут быть фальсификаты, осознанные, не осознанные. Потому что случаи не первые, мне показывают исследования, предприниматели в Кирове, и мы сразу оба видим, что они ошибочны. Ну, то есть, а работа проделана, она ведь не быстрая и не дешевая. То есть, да, и получается там как бы... И вот я с Федором Овчинником разговаривал, Дудупица, основатель Дудупица в Москве, мы общались целый день. Он сказал, Алексей, мы боимся делать исследования, потому что мы боимся фальсификата. Это правда, надо этого бояться. Но делать-то надо тоже. Потому что без исследований, как ты поймешь, кто потребитель? Да, поэтому и не делать плохо, и делать, не глядя, тоже плохо. То есть, надо понимать. Поэтому второй пункт в этом чек-листе, надо понимать, какие виды исследований бывают, применять их все. Во-первых, ну, там три вида основных. Экспертное, там, интервью, глубинное интервью, и количество напроса. А мы часто уходим в количество напроса, и все. Это как птица с одним крылом. Надо и качественную информацию снять, и количество информации снять. Но при этом получить достоверные данные, изличие. Третий момент. Стратегический анализ. Знаю, одна ступень, умею, другая ступень. Четвертый момент. Основа копирайтинга. Ну, максимально мы выявили 15 элементов продающего текста. Ну, маркетолог, я думаю, он и сильный, и средний, но хотя бы 10 должен назвать. Ну, то есть, это, ну, иначе как? Как ты будешь поручать работу или сам что-то писать, если ты не знаешь? Поэтому знаю, умею. Знаю средний маркетолог, умею, сильный маркетолог. Хотя бы 10 элементов продающего текста, копирайтинг. Продающая реклама по технологии АИДа. То есть, мы видим, что в России, вот у нас, я даже принес график, в России у нас рекламы 32% по АИДа, в Кирове 4,4, в 7 раз меньше мы делаем. А скидочные рекламы в России, значит, в 4 раза меньше, чем в Кирове. Вот график. Это говорит о том, что, а, мы не умеем делать продающую рекламу по АИДа, и, б, если мы научимся, то мы получим очень хорошее конкурентное преимущество. Опять же, медаль с двумя сторонами. Да, то есть, в данном случае, я вижу, мы сделаем крупнее на видеозаписи, да, и в данном случае вижу точку роста, то есть... Это классная точка роста для нас, потому что, вот вы спрашивали про кейсы, у меня есть вот тут с процентами, с подписями, у кого сколько выросло процентов, а к ним есть, да, да, они есть. Поэтому, значит, у нас получается, пятое, это продающая реклама по форму АИДа. Одно дело знаю, но я вижу, что люди думают, что знают, но они не знают. Вот еще такой момент, я не знаю, как с ним разобраться, вот я вчера с предприятиями обсуждал. Людям кажется, что они разбираются в АИДа, но начинаешь вопрос задавать, видно, что нет. Ну, то есть, вот как-то надо еще какой-то отдельный чек-лист какой-то делать, понимать, что это АИДа. Человек когда-то прочитал, что это такое. То есть, это модно сейчас обсуждать, но вот как проверить, точно ли человек в этом разбирается, вот тоже надо сделать отдельную вещь. Разработка стратегического уникального торгового предложения. Тоже знаю или умею. Но без этого, ну как в маркетинге, без УТП? Ну как? Ну нельзя, это база, фундамент. Я просто очень хочу прокомментировать о том, какие УТП я слышу от компаний, сталкиваясь с руководителями. Они не стратегические. Они совершенно не стратегические. Потому что их можно скопировать. Потому что их можно скопировать или другому подставить. Мы делаем быстро, мы делаем качественно. Но не повторяю, Жан-Жак Ламбен сказал, это ведущий европейский ученый по стратегическому маркетингу. Жан-Жак Ламбен сказал, что у конкурентных преимуществ два вида. Операционное, которое есть у всех или легко скопировать. И стратегическое преимущество, которое скопировать сложно или невозможно. Вот наша задача найти то стратегическое преимущество, извлечь его, не придумать, извлечь. И вложить его в это УТП. Тогда УТП станет не просто УТП, которое у всех может быть или легко его забрать, а стратегическим УТП, которое скопировать сложно. И это будет вот та самая ценность, ради которой клиент будет в компанию приходить. Да, клиенты от конкурентов начнут перетекать к вам, все, все просто. Это очень даже, на мой взгляд, показательно, когда приводишь примеры из каких-то крупных международных компаний. Почему у Apple в свое время покупали так много, да, и до сих пор покупают, потому что это была ценность, да, то есть обладание вот этим смартфоном, это была ценность. Их утепляет, что они, ну, думают иначе, вот у них написано, думай иначе, да, они действительно предлагают рынку, ну, правда, Стивовсу сейчас вот, его 8 лет с нами нет, уже меньше рынку стали предлагать, все-таки от личности первого лица там много зависит. Революционная компания, то есть они вот Илон Маслес, Сив Джобс, ну, как бы сильно на личности, конечно, построили. А мы говорим, что любая компания, даже малый бизнес в городе Кирове или даже в городе Советске имеет право разработать себе стратегическое ТП, только его надо не придумывать, и технологически, это технология, как пичклеп, то же самое. Несколько операций надо совершить. Седьмое. Тонкости создания все-таки и регистрации продающих торговых марок и логотипов. Я бы не включил этот пункт, если бы вы меня позвали год назад, но я увидел в прошлом году, что это надо поднимать вопрос, потому что очень мало знаний в этой области. А там люди думают, что у них зарегистрировано, на самом деле они мишень для нечистоплодных юристов, и этот знак вообще могут там забрать другие люди и так далее. То есть рекламируешься, рекламируешься, да? Да, что попало происходит, на самом деле, там тоже надо порядок проводить. А потом в соседнем подъезде открылась такая же компания. Вот так вот, чек-лист, семь пунктов получается, как часто читают, семь книг я сейчас скажу отдельно. Исследования, три вида и три вида фальсификатов, стратегический анализ, основа копирайтинга, продающая реклама по АИДе, разработка стратегического ОТП и тонкости создания и регистрации продающих торговых марок и логотипов. Вот эти семь вещей знаю, средний маркетолог, умею, сильный маркетолог. Планка, да, высокая. Но по-другому нам нельзя. Это деньги, это бизнес, это так просто не получится. И если помнить о том, что маркетолог это все-таки один, я так назову, возможно, кто-то с этим не согласится, это все-таки один из управленцев компании, да, то есть это управляющий состав, руководящий состав организации, то он как минимум обязан знать много. Ну, знать как минимум, желательно уметь. Что значит уметь? Это значит обжечься, получилось, не получилось, то есть как бы встал, пошел снова, то есть вот так надо. Один из пунктов у вас про чтение книг. Знаю то, что вы читаете очень много книг, поделитесь с нами о том, какие книги в обязательном порядке должны прочитать все маркетологи, и если такое понятие, как корпоративная библиотека, да, то что должно быть в этой библиотеке находиться? — Корпоративная библиотека, да, это хорошая штука. Любые ведущие компании, лидеры своих рынков обязательно их держат и побуждают своих сотрудников читать и рассказывают другим, что ты прочитал. Даже у нас маленькая компания «Динамика» тоже есть в своей корпоративной библиотеке, и там много книг про маркетинг. Но сейчас я бы хотел не все книги перечислять, их там три десятка наберется, а опять же, для сильного, среднего точно надо их прочитать. Если ты как бы хочешь таким стать, то без них тебе бы тяжело просто это сделать. Первая книга Клод Хопкинс «Реклама. Ночный подход». Агилы сказал про эту книгу, что никого нельзя близко подпускать к рекламе, пока не прочитают эту книгу семь раз. Вот я прочитал два раза, мне осталось еще пять раз. В принципе, тоже есть куда расти. Да, книга очень хорошая, она действительно читается хорошо, очень здраво все написано, логично. И мы видим, что опять же, на российском рынке применяются эти принципы, у нас в регионе, например, редко применяются. Это точка роста хорошая. Удивительный факт, она была написана в 1923 году и до сих пор хорошо продается. То есть люди покупают. Сто лет книги практически, да? Агилы о рекламе, 1975 год. Ну, это обязательно, просто если ты не читал, ну как тогда? Там есть важные вещи, например, что не надо использовать звезд в рекламе. Он объясняет, почему. Потому что мы, используя звезд в рекламе, не получаем прироста продаж, но тратим больше денег на рекламу, потому что гоноры звезд большие. Огромные. Ну, вот это надо тоже понимать. Это в том числе. Россий Ривз, реальность рекламы, это изобретатель УТП. Он в 1961 году написал. Книга считается авторитетной, ее обязательно надо прочитать. Она с цифрами, прямо с кейсами, там все-все-все, доказуемость. Книга отличная, просто ее обязательно надо прочитать. Дальше, про копирайтинг, две книги, одна западного, второго, другая российского. Дэн Кеннеди, продающее письмо, к сожалению, сейчас и не продают уже, но найти в интернете можно. То есть обязательно надо ее прочитать. Она коротенькая, но очень по делу. И Дмитрий Кот, продающий текст, модель для сборки, копирайтинг для всех. Тоже считаю, что база хорошая, Дмитрий пишет хорошо, легко, и там действительно бери и делай. Максим Ильяхов, пиши, сокращай. Если мы в маркетинге серьезные, то эту книгу обязательно надо прочитать тоже. Она хоть и толстая, и только в бумажном виде надо прочитать. И не сочтите за рекламу, почему покупать именно у вас, потому что технология в создании УТП пока нигде не описана. Это вторая книга про УТП, вот так и написана в верхнем левом углу. Вторая книга про УТП, дополняющая практика, первую книгу, там, Росер Ривиза. Потому что действительно, пока это и нет информации, но я бы рекомендовал прочтению, чтобы, по крайней мере, знать, как это делается. Алексей, в середине программы мы говорили про компании, которые успешно внедрили стратегический маркетинг. Можете ли вы рассказать примерах, что было, что стало, каких результатов достигли, если это возможно? Да, я взял несколько отзывов с печатями. Вот водовоз из русского села, они только-только сейчас на рынок еще будут выходить. Вот арт-авангард, художественные материалы, они номер один по кистям в России. Мы с ними долго работали, там, меховые компании, меховые традиции к нам обращались. Вот интересный кейс, смотрите, вот компания «Лель» работает в 516 городах России, производит детскую обувь. Вот у них прочная обувь для активных детей. Вот к работе, вот просто интересные факты. Слоган простой, состоит из пяти слов, работа заняла 6 месяцев, чтобы получить окончательный вариант, было сделано 15 шагов, всего варианта было 192, и к работе привлекались 1100 российских женщин. Обалдеть. Почему он работает сейчас? И первый год они выросли на 15%, второй год на 20%, и надо понимать, что детский рынок падает каждый год на минус 20%. То есть на этом фоне это просто гигантский результат для промышленных предприятий. Похож на чудо, и некоторые люди не верят, и я их, ну, понимаю, потому что поверить трудновато. Ну да. Вот, но тем не менее подписано, все с печатью, там, исполнительный директор и говорит, что пусть звонят, я подтвержу, что именно за счет этого шага вот мы выросли так. А что внедрили именно? Внедрили вот эти пять слов. Я вот и хочу даже статью послать в федеральные СМИ, как с помощью пяти слов, расти на падающем детском рынке, там, детская одежда убой. Тоже вот детская тема, журавлик, например, вяжи шапочки, два миллиона шапочек связали для малышей всей России, для малышей по всей России. Вот, мы с ними отработали, значит, была трудная ситуация, сначала склад там был перезатыварен, то есть, как бы, розница упала, у них клиенты были мелкие, предприниматели небольших магазинчиков по всей России, и вот у них минус 40% вот стала эта розница склопываться. То же самое, разработали УТП, разработали хорошую этикеточку, чтобы мама, когда берет шапочку в руки, с ней идет работа, вот по этикетке, да, и сейчас до сих пор этикетки вот прямо мне присылают, вот благодарности, посмотри, Алексей нам шлют, нас благодарят за этикетку там и так далее. Вот, и мы что, мы там ничего не придумывали, мы спросили у мам, что для них важно, вложили это все в этикетку, скажем так, преимущество тоже добавили от журавлика и протестировали перед запуском, и она работает. И вот у них результат, смотрите, 29,5% в 2018 году рост, год-году, а в 2019-м 20% рост год-году, и они могли бы еще больше продать, но склад пустой. Вот сейчас смысл, понимаете, они продаются на Валберезе, и Валберез просит товар, они не могут дать, потому что производство работает, но товара нет. То есть это прекрасная ситуация, я считаю. Да, 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 да. И вот только-только пришла мне вот бумага, вот и Павел Николаевич ее не подписал, и завтра он ко мне подъедет, и, видишь, нам будет некогда встречаться, вот, и подпишет, вот у него санаторий ВИТЭК, значит, за два года плюс 73% рост клиентов. Ну, это, друзья, надо понимать, что это очень серьезная цифра, я сам не ожидал, что так вот получится. Ну, это действительно существенный прирост, а с чем связываете ее? Ну, разработка УТП и реклама по АИДе, у нас формула двойная. Реклама по АИДе, она дает быстрый эффект, но короткий, а УТП дает длинный накопительный эффект, ну, это по чуть-чуть. Поэтому мы соединяем и работаем. Можем ли мы связать это с финансовой ситуацией в стране? Да, потому что люди стали, предположим, меньше путешествовать за границу, да, и стали выбирать местные санатории. Ну, смотрите, у нас 10 санаторий, прекрасных, я считаю, в Кировской области, это наша одна из сильных сторон нашего авиатского края, но они все в очень тяжелом положении, давайте так по-честному, потому что раньше было легче, и с Коми много людей приезжало, приезжали люди по соцконтрактам, сейчас это все стало очень тяжело, и даже сейчас соцконтракты, если есть, они практически на нулевой рентабельности, то есть там суммы-то как бы не покрывают затраты. Поняла. То есть поэтому была, стояла задача именно научиться рыночным методом работать, ну и так Павел Николаевич мне сказал, что Алексей, у нас за 8 лет лучший результат, то есть мы как бы вообще в целом поработали, поэтому я рад, что вот эта работа, которую мы помогаем делать, вот то, что мы сейчас сегодня обсуждали, это как раз вот все эти шаги, ну они просто внедряются конкретно в эти компании. Алексей, тоже вот хотел услышать от вас это, и чтобы мы это проговорили в самой программе, что маркетинг – это наука, да, и это сложная наука, которая меняется из года в год в зависимости от тенденции, от поколений, да, которые растут, потому что их восприятие к рекламе, оно меняется к маркетингу, продвижению. Все равно в компании этим должен заниматься не директор. Я бы сказал, что обязательно директор в связке с маркетологом. Иногда маркетолог, он не может позволить себе маркетолога, он сам все делает, тащит у нас вот, допустим, в клубе маркетологов 30% предпринимателей, которые просто маркетинг делают сами, да, да, вот, и это нормально, то есть хочешь ты, это как, знаете, электричество в розетке, ты его не видишь, а оно там есть, то есть хочешь ты, не хочешь, ты маркетингом вынужден будешь заниматься, просто вопрос, ты будешь интуитивно это делать, обжигаясь, ошибаясь, проходя путь, который прошли другие люди, или ты просто узнаешь, как на этот путь этот пройти, и пройдешь его с наименьшими потерями, с наибольшей скоростью. Вот в спорте мы как-то стараемся эффективно там, в бизнесе стараемся эффективно, а маркетинг тоже надо эффективно. Поэтому я всегда огорчаюсь, когда на какие-то вот мои мастер-классы директора пытаются послать своих подчиненных. Приходить надо вместе, конечно, потому что главный носитель стратегической информации – это сам собственник, как самое первое лицо. И ты даже, ну, ты обучаешь маркетолога, но мы не в Японии работаем, у нас не пожизненный найм. Маркетолог может работать сегодня у вас, а завтра у другой компании, и это нормально считаться в России. Поэтому собственник должен, ну, аккумулировать в себе всю эту, именно всю стратегическую маркетинговую информацию, он должен как бы все нити держать в руках. И работать при этом в связке со своим маркетологом или с отделом. Это хорошо, это важно. Единственное, что надо еще раз просто разобраться в маркетинге простым языком. Вот я сторонник правила Парета, потому что весь маркетинг, но его бюджетов не хватит заниматься полностью всем. Но можно заниматься только вот двумя вещами, про которые я говорю, и уже будет хороший эффект. Вот это вот стратегическое УТП и реклама по Аиде – это как раз вот пресловутые правила Парета, которые могут решить полностью все ваши задачи на 80%. А все остальное подождет, если что, или сделаешь потом. Вот как бы так. Поэтому я очень рад, что это вот форума Парета, вот я всю жизнь ее искал, как-то вот нашел. Это хорошо. Но жизни не хватит все сделать, все, вообще, все, что как надо. Да. То есть, получается, предприниматель все-таки в связке с маркетологом, потому что, почему я настаиваю все-таки, чтобы не предприниматель этим занимался маркетингом, потому что собственник организации, бизнесмен, он должен быть выше всего этого. То есть у него помимо маркетинга, помимо продаж продукции, которую он создает, да, и упаковки этого товара, этой услуги. Есть много других задач стратегических по развитию компании, по расширению компании. Но это же не только маркетинг. Я с вами согласен. Надо понимать просто тоже в ряд моментов. Если компания маленькая, пять человек работают, там им просто не потянуть маркетолога. Ну, понятно, что это в зависимости от масштаба организации. Есть компания, лидеры рынка, например, у них там штат по нескольку десятков или сотен человек, и там тоже нет маркетологов. Тут, да, я согласен. Причем люди радуются тому, что у них нет маркетологов. Прямо так выступают, говорят, а у нас нет маркетологов. Начинаешь задать вопрос, оказывается, маркетинг есть, просто распределен между другими должностями. Ну, как бы, типа его нет, но он есть. Он просто, ну, функции этот выполняет, этот. То есть взяли просто функционал, раскидали на других людей. Ну, кого мы обманываем-то? Мы все равно человека часы мы разложили. И тем самым усложнили и себе жизнь. Да, и люди занимаются побочной деятельностью. Ну, оно похвально, да, мы все должны быть там маркетологами, продавцами, это нас учит. Это все похвально, но все-таки, ну, скажем так, ну, где-то логика должна подсказать, что вложиться в специалиста, ну, специалиста, оно может, скажем так, больше эффект принести, вот и все. Это же, ну, это же бизнес. Ты просто смотришь ресурсы и складываешь свой. То есть все мы там умеем пить блины, но по-разному получается. Поэтому так и бизнес, да. То есть ты просто свою конфигурацию сам складываешь, как тебе удобно. Но должен понимать, что пишешь сам статьи, молодец, ну, поучись, как это делать. Диагировать, научись. И если ты привлечешь человека на аутсорсинг или напрямую себе штат наймешь, но человека проверено, вот как мы обсудили сегодня, а не просто так, ну, красиво говорит, то, конечно, шансы, что прочтение будет выше, конверсия будет выше, шансы вырастают. Просто это логика. Тут уж смотри сам. Ну, тут уже психология больше включается. То есть есть люди, которые, ну, как бы не любят ничего там платить, а есть люди наоборот, которые любят платить, но они делают это не просто, что такие, ну, там, добрые, деньги раскидывают направо-налево. Они делают это с выгодой для компаний. Конечно. И это просто, ну, разный стиль ведения бизнеса, что ли. Давайте так. И потом еще, знаете, надо дорасти, что ли, до какого-то, ну, определенного. Мы все люди, мы все, ну, живем, вырастаем, взрослеем и все равно в какой-то отрезок жизни понимаем, что, ага, надо было сделать так. То есть и в разные моменты мы по-разному готовы к тем или иным там шагам, в том числе маркетинге. То есть для маркетинга надо дорасти. Вот ко мне иногда приходит там предприниматель посоветоваться. Я вижу, вот кто-то готов, а кто-то вообще не готов. Вот. И просто, да, надо дать время человеку. Просто, ну, первый разговор уже какой-то разточек пойдет. Возможно даже дать возможность обжечься. Ну, обжечься, не обжечься, там, как сказать, люди обжигаются, но, может, кто-то выводы делает, кто-то не делает. Вот. Самое главное, считаю, наше вот сегодняшний с вами разговор, это вот, ну, я благодарю, что пригласили и задали очень важнейшие вопросы, потому что мы тратим время, деньги, силы впустую часто. А когда ты знаешь вот эти основные параметры, я надеюсь, все простым языком сегодня мы поговорили, то гораздо легче уже вот по ним работать. И тогда и расти есть куда, и, соответственно, и польза будет, и так далее. Она доказуема. Спасибо, что попросили меня это принести тоже. Хорошо. Время, к сожалению, у нас подходит к концу. Сегодня мы многое успели обсудить. Будут дальше программы про маркетинг. И, Алексей, я буду ждать вас вновь в гости. Спасибо, с радостью приду. Полезной и очень интересной информацией. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Сто один пиар.